Кстати, угроз на самом деле много. Россиянам в этом году не рекомендуют ездить в Тунис, опять же из-за террористов ИГИЛ. Там на прошлой неделе удалось поймать исламистку с самодельной бомбой. Направлял взрывать паром на остров Джерба, популярный у россиян курорт. Ростуризм предупреждает, есть и еще информация о запланированных атаках. Поэтому сначала думать, потом ехать. Судя по событиям недели, нелегкий сезон предстоит и Турции. 6% ВВП это туризм, русские не придут, ведь антитурецкие санкции Москва не снимает. И турпоток из России упал уже на 80%. Но теперь могут не прийти и немцы, а они вместе с россиянами составляли большинство на турецких пляжах. Немцы не едут и из-за терактов в Стамбуле, в которых погибли 10 их сограждан. И из-за того, что Анкара отозвала своего посла из Берлина после того, как Бундестаг признал и нацит армян. И теперь это большая проблема в отношениях. Несмотря на то, что в Германии живет почти 2 миллиона турок, что немцы лидируют по объему инвестиций в турецкий бизнес, Эрдоган уже заявил, что не простит. Оставит Европу наедине с ее проблемами за такое отношение к Турции. Намекая, конечно, на беженцев, которых обещал притормозить у себя. Но помимо отношений в большой политике, это означает и отношения на бытовом уровне. Ведь никто не хочет ехать отдыхать туда, где плохо относятся. А в Германии показывают по всем каналам, что немецкое генконсульство оцеплено полицией из-за угроз и возможных нападений. И для европейцев этого достаточно, чтобы напрячься. Но коллега Георгий Альсашвили отправился в Анталию, где обычно отдыхали немцы и россияне. И где в это время уже было яблоку негде упасть. Летом, как зимой, аэропорт Анталии, еще год назад принимавший 500 самолетов в день, сейчас в разгар высокого, или как его здесь называют русского, сезона выглядит пустым. Обычно работают два терминала, а в этом сезоне один. И посмотрите, людей совершенно нет, автобусов тоже нет. Анталия, Кемер, Белек. Путевки сюда туроператоры продавали как билеты в Средиземноморский рай. Относительно доступный и бесконечно красивый. 20 лет этот берег турецкий застраивался и расширялся на деньги российских отпускников. И для них же. У нас в отеле все надписи на русском. Не на немецком, не на турецком. Только на русском. И где же наши русские друзья? Остались в России. Подсчитывать убытки бессмысленно. Эрдоган, так зовут хозяина гостиницы, теряет все. Два года назад начинающий отельер продал свой бизнес в Германии и переехал на родину. Для его пансионата это первый сезон. И скорее всего, последний. Кемер, вторая линия. Три звезды. Все включено, но никому не нужно. В столовой ни души. Кухня даже не открывалась. В отеле на 360 человек. Сейчас отдыхают два случайных туриста. Пустые лежаки и вода в бассейне. Когда ее меняли в последний раз, сейчас не вспомнит, кажется, даже персонал. Первые гости к Эрдогану приехали 10 дней назад из Ирака. Мы с подругой тут совсем одни. Больше никого нет, представляете? Здесь нам так рады, словно близким родственникам. В отелях, ориентированных на европейцев, ситуация немногим лучше. Но даже роскошные пятерки, продававшие туры на месяц и вперед, сейчас заполнены максимум на четверть. Миды Британии и Германии не рекомендовали своим гражданам посещать Анталию из-за угрозы терактов. Аналогичное заявление весной сделало американское посольство в Турции. Каких-то особых мер безопасности в курортных зонах не видно. Могут ли регулярные теракты в Стамбуле и Анкаре докатиться до главных жемчужин прибрежной Турции? Об этом сами турки призывают просто не думать. Это проблема всего мира, а не только Турции. В любом месте, в любой момент может случиться любой теракт. Это просто новая реальность, в которой мы живем. И надо продолжать заниматься своими обычными делами, не обращая на это внимания. На знаменитых восточных базарах уже нет привычных толп, осаждавших торговцев фруктами и пряностями. Громкими призывами здесь развлекают сами себя, те, кто вынужден резко снижать цены, чтобы выйти хотя бы в ноль. В прошлом году мы продавали наши нектарины за 2,5 лиры, а в этом за 1,5 лиры. Покупателей мало, так что фрукты портятся. Рано прожжение идет и в гостиничном бизнесе. И речь не только о дешевеющих путевках. Продаются сами гостиницы. Более тысячи объектов по всей стране. В провинции Анталья официально выставлен на продажу 21 отель. Самый дешевый небольшой пансионат на 7 номеров можно приобрести за 458 тысяч евро. Самый дорогой пятизвездочный отель в Кемере со своим пляжем, бассейнами и банями оценивается почти в 55 миллионов. И сейчас предложение явно превышает спрос. Наш отель стоит миллион евро, но это сегодня. Не удивлюсь, если через месяц цена упадет до 500 тысяч. Покупателей все равно нет. Впрочем, время еще есть. Холодает в Анталии только в октябре. И пока стоящие на грани разорения бизнесмены ждут у моря туристов. Спасти сезон для турецких отельеров – это вопрос выживания. Все номера готовы к заселению. Можно приезжать хоть сейчас, но никто не заезжает. И такая ситуация не только в этом отеле, но и во всех соседних. Вот можно послушать этот звук. Тишина. Здесь никто не отдыхает. Турецкое правительство объясняет очевидный кризис в туристической отрасли кризисом мировым экономическим. И обещает не допустить развала индустрии. Государство выделяет большие субсидии – 6 тысяч долларов авиакомпаниям за каждый рейс в курортные зоны. Для турецких служащих путевки стоят намного дешевле. А тем отелям, где ждали только русских, мы поможем переориентироваться на другую аудиторию. Но пока это только слова. В прошлом мае в Анталии провели отпуск 430 тысяч россиян. В этом только 9 тысяч. Бреж пытаются заполнить иранцами, албанцами и украинцами. Туроператорам этих стран дают цены, близкие к себестоимости. Но возникают проблемы с логистикой. Например, правительство Ирана не позволяет своим авиакомпаниям летать в Анталию. Где некоторые элементы отдыха, как считают в Исламской республике, харам. То есть то, что строго запрещено правильному мусульманину. Откуда только не ездили отдыхать в Турцию? Из США, арабских стран, Европы, бывшего Советского Союза. Россия в этом списке всегда стояла особняком. Ведь именно с массового наплыва российских туристов и начался турецкий экономический бум конца 90-х. А сейчас получается, что с уходом ключевого игрока казалась нерушимая пирамида турецкого туризма. Рассыпалась до основания. А вслед за этим и экономика райских мест затрещала по швам. Она вообще приятная, приятная. Но мы как мужчины, если мы с этим не связаны, мы этого не поймем, а женщины это чувствуют. Изысканные меха и тончайшую кожу, то, чем всегда славились турецкие магазины одежды, ближе к осени будут продавать в Северной Европе по бросовым ценам. В этой сети сократили почти тысячу человек и закрыли два крупных торговых центра. В оставшихся пустые залы. Мелкие лавки и вовсе исчезают на глазах. Продавцы говорят прямо, без традиционно не ограничивающих себя на отдыхе россиян они долго не протянут. Вот я, допустим, работаю на коже, это всегда надо же покупать. То есть выручку делают русские? Ну, конечно. У них пусть даже шкафы ломятся, они все равно все покупают. Закрываются и рестораны. Елену недавно уволили из кафе. Ее хозяин теперь сам себе официант. В поисках новой работы девушка обходит полгорода. Сегодня даже с утром 4-й человек приходит, просит работу, есть работа или нет. Они без работы. Не только русские, а и турки тоже так. В июне прибрежные отели ждет новый удар. Завтра начинается рамазан, месяц строгого поста у мусульман, который не принято проводить в отпуске. Ждать радикальных перемен в этом году уже не приходится. Ведь даже если ситуация изменится, все крупные контракты с туроператорами будут заключены не раньше зимы, на новый сезон. С надеждой о возвращении россиян в Анталии расстаться не готовы. В городе продолжают работу десятки курсов русского языка для сотрудников туриндустрии. Добрый день. Сегодня у нас тема. Вечером у нас гости. Тема урока звучит как мечта. Ведь если гости так и не приедут в Анталию, искать и выбирать, куда уехать, придется уже хозяевам. Георгий Айсашвили, Сергей Шилин, Наталья Штунда, Анастасия Берестенко. Первый канал. Турция.